День знаний отметили первыми. Школьники из Сочи в этом году сели за парту на неделю раньше срока. Зато зимние каникулы у них будут длиннее обычного, чтобы все желающие могли увидеть соревнования олимпийцев. Как грандиозный спортивный праздник, к которому готовятся в городе, повлиял на учебный план, расскажет Иван Прозоров. Впервые за лето им пришлось проснуться в 6.30, чтобы успеть на первый урок. Каникулы в сочинских школах кончились на неделю раньше и День знаний в этом году 26 августа. Проходит он буднично, никаких торжественных линеек и первого звонка. Ученики сразу садятся за парты. Впрочем, остальные традиции 1 сентября никто не нарушает форма, галстуки, цветы учительницы. Ну, учителю приятно сделать. Соскучились по всем. Стоит раньше так выходить. Раньше вышли и учителя. У всего педсостава отпуск получился короче на неделю. Учебная программа сдвинулась из-за проведения Олимпиады в Сочи. Во время грандиозного спортивного праздника школьников отпустят на большие двойные каникулы. Сначала будут Олимпийские каникулы, мы их сейчас так называем. А через три недели будут еще и Паралимпийские каникулы. Ребята, конечно, довольны, но учебную программу изучать надо, поэтому мы начинаем немного раньше. Сочинским школьникам повезло. Благодаря Олимпиаде каникулы в новом учебном году будут дольше на целых 6 дней. Для того, чтобы дети смогли поучаствовать в качестве волонтеров в Олимпийских играх, в Паралимпийских играх. Для того, чтобы они могли посетить соревнования вместе со своими родителями или со своими школами. Чтобы успеть на неделю раньше, школы пришлось готовить в ускоренном режиме. Родители помогали с уборкой, педагоги пересматривали учебные планы, а литературу заказывали заранее. Мы старались заключать договор на поставки учебников еще с весны. Поэтому на самом деле основные партии учебников были получены еще в июне и в июле. И сейчас мы ждем буквально десятки, может быть, сотни учебников. Среди сочинских школьников нашлись те, кому целого лета мало. 26 дней августа мало нам. В феврале не такая хорошая погода, как сейчас. Можно на море сходить или еще куда-нибудь. Но большинство оценили, как они сами их назвали, мега каникулы. У многих они уже распланированы. Родители уже купили билеты, с ними пойду на Олимпиаду. Хочу сходить на сборную России по хоккею, посмотреть, поддержать нашу команду. Праздник, посвященный началу учебного года в школах Олимпийской столицы, тоже состоится, как и по всей стране, 2 сентября. Единственные, кто сегодня не пошел в школу, это первоклашки. Было решено не нарушать красивую первосентябрьскую традицию. Поэтому их первый учебный год начнется через неделю с торжественной линейки. Иван Прозоров, Олег Ребжанов и Дмитрий Баранов. Первый канал. Сочи.